Лавров едет в Евросоюз, сообщает Ройтерс. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует посетить Мальту в декабре для участия в заседании Совета Министров Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Сообщила в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря МИД Марию Захарову. Журналисты отмечают, что это будет первый визит Лаврова в страну Европейского Союза с тех пор, как Россия направила в Украину десятки тысяч военнослужащих в феврале 2022 года. Мое предположение, что Кремль максимально сейчас пытается продвигать его мирных переговоров и давление на Украину с целью начала таких переговоров. В посольстве Мальты в России сообщили пропагандистскому изданию «Ведомости», что решение провести на острове 5-6 декабря Совет Министров ОБСЕ распространяется на всех членов, включая Российскую Федерацию. Делегации ОБСЕ регулярно информируются о ходе подготовки. Дальнейшие практические подробности, включая приглашение, будут направлены всем делегациям ОБСЕ в свое время. Мы понимаем, что у Путина не хватает живой силы. И, собственно, появление северокорейских солдат говорит именно об этом. Те россияне, которые готовы были рискнуть умереть за деньги, закончились уже. И сколько бы ни отчитывался Кремль о том, что у них все хорошо с мобилизацией, мы прекрасно понимаем, что это не так. Людей в качестве пушечного мяса брать уже практически неоткуда. И это и есть тот основной мотив, почему Кремль тоже хотел бы начать переговоры. Желательно мирными средствами. Вы знаете, что Китайская Народная Республика и Бразилия выступили с инициативой в ходе ассамблеи в Нью-Йорке, на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке. Многие страны, участницы БРИКС, поддерживают эту инициативу. Человеческим ресурсам у россиян, похоже, действительно туго. Ведь сначала диктатор Путин, подписав договор с северокорейским диктатором Ким Чен Ином, втянул войну с Украиной в Северную Корею. А теперь Министерство иностранных дел России заявляет о планах подписать подобный договор с Ираном. Кремль сегодня вкладывает очень много денег в построение своей пропагандистской сети в Европе. Это действительно очень большая опасность. И во многом те результаты, которые показывают та же альтернатива для Германии или партия СССР в Германии, это результат работы вот этих достаточно активных прокремлевских сетей. Результат деятельности Кремля также продемонстрировали выборы в Грузии и Молдове. Надо понимать, что да, конечно, наиболее трагические события разворачиваются на фронте, но не меньшая опасность грозит и от политической экспансии Кремля. Изначально ведь все начиналось, точно так же начиналось в Украине. Сначала раскачивали регион. В Украине это был Донбасс, в Молдове это Гагаузе. А после того, как раскачали достаточно, начались военные действия. Это та калька, с которой действует Кремль пока на территории постсоветского пространства, а дальше, может быть, они замахнутся и на страны бывшего социалистического лагеря. И пока генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш посещает Россию и хвалит саммит БРИКС, а Европа приглашает российские делегации на свои мероприятия, Путин, вооружившись поддержкой союзников-диктаторов, строит новую империю зла. И куда зайдут ее границы, в точности неизвестно.